Всем привет! Зовут меня Владимир. Хочу сказать спасибо огромное тем, кто проявил активность, задавая мне вопросы и ставя темы, на которые хотели бы увидеть видео. И сегодня видео по вопросу Александра. Он хочет узнать, что нужно для создания мини-мастерской по покраске автомобиля. Для начала начнем, что для самой мастерской нужно помещение. В идеале, конечно, иметь свое помещение, но не у всех это получается, поэтому арендное помещение. Минимальные размеры нужны хотя бы для одного авто, чтобы в него оно входило и при открытых дверях вокруг машины еще можно было ходить смело. То есть это, ну, с чего минимум начать, скажем так, для работы одного человека. Само собой хорошее освещение, нормальная вытяжка, приток, чтобы можно было грунтовать, красить в помещении, не задыхаться там. И на зимнее время, само собой, хороший обогрев. Потому что без обогрева, если у вас будет меньше 15 градусов, вы просто останетесь работать. Далее, по инструментам. По инструментам я сделаю следующее видео, конкретный обзор, общий, чем я здесь работаю, что у нас тут есть. Но пока что так накину для размышления, что нужно иметь в помещении. Компрессор, который, его выходная мощность будет не менее 400 полезных. 450 с собой именно полезной литров в минуту мощности. То есть, если вы возьмете, по паспортным данным, компрессор, который выдает 450 литров в минуту, то от них сразу отнимите 30% на выходе. Это будет потеря ваша. То есть, брать нужно, ну, литров 600, который выдает. Если вы не можете купить один большой такой, покупайте два маленьких. Это будет проще. Пистолеты нужны окрасочные, ну, окрасочные, грунтовочные, под жидкую шпатлевку, под гравитекс. Да и все, собственно. Для начала этого будет достаточно. Машинки орбитальные, в идеале брать электрические, они проще по обслуживанию. Далее, бруски набора для того, чтобы перетирать шпатлевку, пойдут для начала просто ручные, без всяких электрических приспособлений. Это уже потом, когда будете развиваться. Набор инструмента. Элементарный набор инструмента, ну, хотя бы на 92-94 единицы для разборки автомобиля. Там двери, дампера, всякая такая мелочь, в котором обязательно будут звезды. Потому что во всех новых автомобилях большая часть элементов крепится на звездах. Далее, к компрессору нужны фильтры обязательно, маслоблагоотделительные. Шланг. Шланг даже не один, а несколько можно, не можно, а нужно приобрести. И в идеале берите не витые. Берите обычные, самый простой вариант, это кислородные шланги. Понятно, что купить сразу SATO шланг, это очень дорого. У него там метр стоит больше 10 евро. И полировальная машинка. То есть вот, что необходимо именно для минимума, для старта. Без чего вы просто не сможете работать, более-менее нормально. По пистолетам. Грунтовочный вам пойдет 1,7-1,8 дюза. Берите не из дорогих, смысла нет. Он особо вкладывается в это, потому что грунтовочный, качество распыла факела особо значения не имеет. Честно скажу, на своем опыте я начинал вообще там что-то с 50 долларового пистолета. Он у меня работал очень долго. Работал хорошо, проблем не возникало. Далее, покрасочный пистолет, дюза 1,3 или 1,4. А если вы будете брать один, как бы универсальный, берите 1,4 дюза, под лак будет идеальным. База нормально тоже через него проходит, беспроблемно. В выборе пистолета это уже кому как нравится. Возьмите ХВЛП для начала, чтобы не особо париться с тем, как его настраивать. Вам помогут любой рыночек абсолютно. Обдувочный пистолет, для Гравитекса пескоструйный. Все. Далее, по расходникам. Сразу нужно иметь запас хотя бы небольших расходников. Вот я покажу свой рабочий стол. Ну как свой общий рабочий стол. Тут стоит запасы расходников. Ниже куча краски, это остатки на подложке. Ну там растворители, лаки и так далее. Вот, то есть вот такой запасик. Устанете что-то делать. То есть элементарно вам нужный момент, как понадобится баллончик под грунт, потому что у вас его просто нет в запасе. Ехать из-за него на рынок, ну это абсурдно. То есть расходники в запасе. Это грунт и в баллоне. Грунт просто наполнитель банки с запасом. Лак в идеале с запасом. Самый экономный вариант это брать пятилитровками. Честно, покупая пять литров в розницу, вы переплачиваете. То есть когда вы берете пять литров одной канистры, вы фактически покупаете четыре литра в разливе. То есть один литр у вас уже идет фактически бесплатно. Ну смотреть вам. Далее, наждаки в запасе это 80, 120, 180, 240, 320. Без них вы просто не работаете. Никак. Fine, super fine. Мокрые наждаки 600, 800, 1000, полторашка, 2000 и 3000. Последний можно брать в трезаке. Самый мелкий в трезаке. Очень удобно на машинке работать. Гравитекс, мастик, комобиль, шовный герметик, герметик для стекол. Неизвестно в какой момент вам что-то придется подклеивать. И праймер для них. Без праймера тоже не стоит экспериментировать. Вот, собственно, самый минимум, с которого можно было бы начинать работать с хотя бы самыми простыми машинами. Ну да, маски, средства индивидуальной защиты, костюмы, перчатки обязательно для работы. Растворители. Растворители в запасе тоже в большом. В принципе, кину еще списочек в конце или ссылку, чтобы посмотреть конкретно по пунктам. Может быть, в ценных распишу, допустим, в московских ценных распишу, что по чем стоит. Следующее видео сделаю конкретно по инструменту, которым я работаю. Продолжение следует...